Приметился, приметился и побахнул. Ее давай рвать, оторвать не смог давай резать. Именно таким образом закончилась история любви. Героиня рассказала изданию «Комсомольская правда перьем», что муж несколько лет назад обрил ее наголо. Затем стал избивать, а в завершении лишил руки. С родственниками общаться запрещал. Причина просто, не общайся и все. Твоя семья на тебя плохо влияет. Женщина угрожала, что заберет ребенка и уйдет от мужа, но в ответ получала угрозы, что он выместит зло на ее матери. Они меня забрали к себе в Березняки в итоге. Мы уехали на такси в Березняки. И он в этот день, в эту ночь сжег маме дом. Потом, короче, мы опять сошлись. Я переехала к нему в Александровск. Ну да, я любила его, очень сильно любила. Я вообще души в нем не чаяла. Я ему все прощала, вообще все. Дошло до того, что однажды домашний тиран приковал женщину наручниками к батарее, очередной раз и сбил, а затем... Не нашел этот топор, короче, взял нож самый большой. То есть он взял этот нож, взял молоток, все приготовил. На протяжении этого времени, ведь он же меня тоже наркотиками пичкал. Лежит кисть, лежит рука. Ну, как бы, пухлынула, конечно, брызнула кровь. И заходит ребенок в этот момент. Все думают, это больно, это не больно. Это реально не больно. И как бьет током. В следственном комитете сообщили, что в отношении ранее судимого 27-летнего обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначена и проводится амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Женщина теперь опасается за свою судьбу, своего ребенка и близких. Боится, что злодея признают невменяемым и отправят на лечение. Поэтому намерена сменить место жительства. Между тем, одна из пермских компаний, которая разрабатывает протезы, обещала женщине бесплатно предоставить бионическое устройство. Андрей Григорьев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...